С рукой, с палкой, чтобы выехать с вертикальной плоскостью мы не просто познакомились, на ней мы выстраивали и позиционировали какие-то действия. Нога стойничая, удар ноги не просто куда-то вниз или подняли, а тормян живота. Вы сюда ему даете бежим. Высоко в голову, в грудь бить не надо, не толкать, не надо. То есть, вы туда его даете. Он дает вам видеть. То есть, я ее получаю. Есть, он. Может, чуть-чуть побыстрее, конечно. Не надо, как было. То есть, вы настроили, он подстроился под вас, вы под него подстроились. Вы выбрали для себя скорость для работы, чтобы контакт уже был, вы не защищались, не это самое, а уже могли работать. Он опять ведет. Я ее встречаю к себе. То есть, смотрю. Нога. Это не рука уже. Получается, он вроде как не прямой, вроде как еще снизу. И высота. Такая, что в районе груди не встретишь. Слишком низко нужно будет присаживаться. Получается, мы как бы ее останавливаем. Как бы. Теперь лавочку вспоминаю, когда мы делали кувырок через лавку. Это была какая-то диагонация. Я использую руку. Встречаю, но не останавливаю. И вот здесь делаем проворот. Делаем проворот в приселе. Образуется угол. То есть, наша задача его обкатить и выдвинуть. Он ведет. Он ведет. Он ведет. Здесь. Стараюсь также таз. Чтобы вы не наклонялись, не отклонялись. А стремились где-то быть ровно. Стремились. Потому что могут быть и такие, и такие варианты вашей работы или действий. Но стремились быть ровно. Он. Встречает. Могут иногда быть более, ну, как на тренировке, побыстрее. Недостаточно тактичные. А где-то не совсем быстро провернул. Не смог убрать давление. И голень повреждает. Но эти моменты будут. Есть. Но их желательно не устранять. То есть максимально, чтобы было помягче. Почему вы парень, когда работает, чтобы мягче, мягче, мягче. Хотя, как бы, вам противника жалеть-то нет смысла. Но это не противника ваш товарищ. И очень много зависит от вашего здоровья. Если часть тела будет здоровья, вы дольше можете его взаимодействовать. И желательно щитки и всякую ерунду ее не одевать. А чувствовать своим телом вживую все. Потому что, когда больно, это что-то не так, надо устранить. Ищешь, каким путем эти вещи устранить. Опять возвращаемся к себе. Опять же, если человек не может или занижать по какой-то причине, занижать, получается, уже не живот, а район ни низа живота, даже не паха, а между пахом и ниж вода. Чуть где-то получше. Вот у живот, где-то солнечное сплетение. Оптимально. Потому что там придется некоторым просто дотягиваться до раба. И будет происходить, если опыта нет, где-то открячивание таза, то есть наклоны. Он будет тянуться за этот наклон. Не у всех хватит, скажем, опыта присесть видишь. Допустим, заза, эра. Присел. А будет, в основном, открячивать наклоны. Ну, нормально теперь уже. А низ? Да. Насколько? Ну, конечно. Насколько? Ну, конечно. Не сильно. Не сильно. Потом точка контакта, допустим, где-то в районе середины, образуются плечи. Одно плечо, скажем, в локтю, его нужно быстрее опустить. Если проведет более медленное опускание, то здесь будет происходить такое нежелательное, ну, удар, скажем. Потому что оно будет запаздывать от убирания от плотности удара. А вот нужно успеть, чтобы она и кисть на ней расслабляет. Потому что даже если локоть начнет успевать уходить вниз, то кисть, которая очень расслабленная, она, как вот веревка, когда по ней бьешь, одна часть уходит туда, а потом она не переламывается. Она должна не пройти туда, пройти туда. То есть акцент делается на поворот и вот на эту часть. Почти локтем. Нет. Видите. Если будет почти локтем, извините, что так делал, то порвут примерно вот что-то вот, что-то более такого. Отбивы. Оно близко, но не скорректировано по времени и по траектории. Больше не обкат. Да. А нужно наживать, наоборот, обкат, который... Выдавливаем. Его выдавливаем. Видите. Здесь. Беру. Пальцы не растопливаются, не сформированы, а в таком положении. Опять же, ваше. Встречаем где-то здесь, да? Встречаете? Ладошка. Ладошка. Может быть, нужно акцентировать. С ладошки и выходим сюда. Также, вы можете, тыльная сторона. Это как на начало. И с тыльной, и с тыльной на внутреннюю, с внутренней на наружную. То есть два варианта. Для себя их можете осваивать. И так, и так. Не так, что выше, что хуже. Чем же отличается? Отличается. А вы узнаете, когда тыльная сторона, она открыта. И более к повреждению открыта. Здесь менее. Здесь более сильная, здесь менее сильная. Толкаете так или толкаете так. А еще, когда так, то две кости и так, и параллельно. Разница всегда есть. Всегда есть разница. И вы это ощущаете. Ну, для себя, как я говорил, попробуйте. Потому что, скажем, одно из естественных положений, если брать, скажем, некоторые, вот от естества. Что такое естество? Ну, неважно. То есть раз у нас руки вот, они опускаются. Естественное положение, вот она, тыльная сторона отсюда. Можно от этого как бы пойти, чтобы выстраивать руку. Там дальше потом все равно. Ну, для выстраивания каких-то моментов. А в определенный период становления или развития, человек, в основном, пользуется всякими блуждающими дорогами. Потом приходит все ко дну. Нормально. Поэтому, раз оно так, вы руку опускаете, отсюда берете. Одна сторона решения вопроса. Вторая сторона. Когда человек боится или пугается, он пытается остановить, преградить дорогу. Вторая сторона вопроса. Вернее, не вопроса, а принятия решений. То есть от того, что вы руки опускаете и встречаете, от того, что вы где-то хотите остановить. И как бы третья, там все равно учитывается, здесь менее защищенная, здесь более защищенная, мягче. Ладошку, потому что многие стараются где-то смягчить. Вот, если вы эти моменты используете. И когда я ее открыть, отсюда наложил и проверну. А вы помните, почему симметрия на стороне лучше? Вовнутрь, потому что в любом случае вовнутрь нежелательно заходить. Что с руками, что с ногами. То есть вы приходите, грубо говоря, в округ. В котлован у вас. Вы заходите. По вопросам тактики. Всегда стараются разместиться на высотах. И когда тебя запусили, туда сверху тебя забросают. Затем показано, насколько он защищен. Вы видите, он защищен всеми защитами, которые у него есть. Вот его фокус, куда вы бьете. И насколько он защищен. И вы лезете сюда. А когда мы лезем за пределы, и за предел хотим что-то сделать, мы можем что угодно на это повредить. Вот этот рисунок графически показывает возможность решения той задачи, вопрос которой вы задаете. Вокалы. А. Это был. Носковый. Пятый. Они очень похожи на друг друга, но у них есть некоторые они. И если вы будете принимать этот удар так же, как принимали ногу, не корректируя, что получится? Он одевает. Нет, одевает. Это я. Вы получаете. Теперь без пятки вы наступили. Не, наступили. Здесь вы их встречали. Он тут получает. Там, вроде, не надо делать пятки. А с пяткой. Получается, что пятно вы видите, которое летит для к вам. Аналогично, как и носком. Вы его берете. Но забываете, что ветка проходит через кость и пятку. И, хватая вот это пятно стопы, вы на нее двигаете вперед. А вот за этот угол забывает. Часть забывает. И получается, что вы... пропускаете. Сделая доработку, она незначительная доработка. Там только чуть-чуть больше нужно сделать акцент на повороте. Прижать ее к себе. Все. Атака идентична, что носком или через пятку. Идентичная доработка. Вот только и здесь. Если это наступка. Здесь вы ее просто встречали. Здесь. А с пяткой, вот этот как раз вот уголок, он вам даст попадание. И при пятке. А здесь чуть больше. Если там не осталось здесь, то тут я заворачиваю чуть больше. У ножа кожащее, режащее. Если размеры позволяют, где там большие штыки были, за счет длины еще можно осуществлять рубящие. Длина короткая, то есть рубящие свойства небольшие. Еще меньше и того меньше. Плюс ударно-дробящие это либо рукояткой, либо тыльной стороной. Ну еще иногда бывает пилище, но это меньше всего. В основном колюще, режащее, ударно-дробящие. И где-то иногда рубящие. То есть все свойства, которые может обладать нож. Он колет. Мы рассмотрим с простого, как и на палке, или прямой удар руки. Колюще, прямой. Есть. Мы его получаем. Ох, немножко забежал. Удержание ножа. Ничего нового нет. Удержание, захват за кисть был. Есть сходство? Есть сходство. У ножа рукоятка диаметр меньше, у кисти больше. Мы создавали ось или точку вращения. Использовали жесткость или длину кости или предмета. И совершали освобождение. У ножа есть длинное твердое тело в виде лезвия, которое может быть рычагом. Если мы создадим точку здесь вращения, дадим здесь силу. И его можем отбирать. Но нож это не рука, которую мы... Где есть лезвие, которое мы можем пояснить. Но у лезвия есть плоскость. Есть, правда, опять же, пилки. Но пока на этом ноже будем говорить. И почему нужен настоящий предмет, а не резиновый, который гнется, не деревянный, который не гнется, а он не режется просто деревянный. Есть психологическая форма подготовки данного направления. И когда он ведет уже удар или движение, если даже не удар, а движение, мы встречаем его в плоскости нанесения. Или можно сказать, плоскость нанесения. Разворачиваемся, освобождаем ему дорогу. Накладываем руку таким образом, чтобы не схватить его. Хотя внешне может быть очень похоже. А накладываем на плоскость в сочетании с рукой. С рукой здесь. И мы его можем забирать. Как левой, так и правой. Либо с поддержкой, либо без поддержки. То есть мы сочетаем вектор движения. То есть силы, по которой он двигается. На какой-то фазе этой дистанции мы накладываем. Теперь начинаем загибать сюда. А вектор движения уже идет сюда. То есть он сам помогает его нам складывать или отнимать. Накладывается сбоку. И если что-то происходит, допустим, не так. Или он забирает или что-нибудь делает. То вы где-то его можете отпустить. А так как мы берем настоящее или близко к настоящим. Мы где-то подтупливаем. Железный предмет, нерезиновый. Вы его чувствуете. Где-то можете порезаться. Где-то может быть ссадина. Желательно, чтобы тут меньше было, но не бывает. И через время вы начинаете чувствовать эту опасность. Он опять ведет. Он ведет. Я его с другой стороны. А так как вы чувствуете, что он может порезать. И вы взяли его на грани какой-то опасности. Вы его либо раз и убрали, чтобы потеряли контроль. И чувствуете, что где-то он нестабильный. Вы его выбрасываете. Уже зная, как вы можете. Я его, допустим, сюда, здесь. Под удары ног, рук или каких-то своих частей тела. Или обстановки, которая находится здесь. В этом работаете. Нож либо забирается. Или предмет. В данном случае это нож. Вы либо его можете забрать. Либо вы его можете выбить. Тыльная сторона кисти в эту часть. Пульс. Сюда. Предплечье. Под локоток. Вы его можете выбрать. Можно сверху. Можно еще снизу. То есть получается одна точка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И отбор, как мы уже говорили. Незабранное оружие. Раз. Выбивается. Невыбитое оружие. Забирается. Или вообще не трогается. То есть все рассматривается о ситуации. А как же руками туда. Если нет вариантов. Можно делать. Опять же нет вариантов каких-то. То есть чувствуете. Вы не уходите. Также это можно брать любыми предметами. Ремень. Веревка. Шланг. Гибкие. Подручные инструкционы. Пока мы их не рассматриваем. Нож. Который я пытаюсь вам представить. В виде освобождения. Закистка. Которая мы вчера рассматривали. Что-то идентичное. Только у руки не было колющих. Режущих. Рубящих. И ударных. А есть другая форма. Опять он ведет. Я его. Что я. Встретил. Я его здесь. Ударил. Отсюда вы что. Я его. Хоп. И. Снизу вы можете брать. Опять он допустим. Я его сюда. Хоп. Ударил. Отсюда. Я его к себе. А тут допустим. Вы уже его можете брать. Или я его отсюда беру. Или отсюда. Либо я его здесь уже. И к нему. Где-то вы можете подходить. Заранее особо не придумаешь. Какие могут быть движения. Он опять ведет. Он ведет я. Ха. К себе. Здесь. Вниз. И вверх. Или я его отсюда. Внизу. Или этой ногой. Либо этой ногой. Вы можете использовать части тела. Вон опять. Я отсюда. Хух. Ударил. Хух. Ударил. Отсюда нет. Отсюда нет. Я правую мышку допустим. То есть. Вон опять. Я здесь. Как локоток. Как кисть. Может быть. Как. Витбери. Правая. Левая. Если вы берете. Допустим. Я с этой. Раз. Два. Три. Четыре. Если с этой. Раз. Два. Вторая. Она получается. Вы ее не использовали. Но это вы уже сами. Смотрите. По ситуации. Если вы ее взяли. Раз. Два. Три. Четыре. И до бесконечности. У вас эти моменты. Есть. Где вы можете себя подкорректировать. Нету. Нету. Я чуть повернул. Хух. Отсюда. И. Вчера. Когда рассматривали. Удары. Скажем. Не боксерской направленности. Которые. Прямой. Боковой. Снизу. А. Скажем. Прикладные. Какой. Можно. Размесить. Я допустим. Раз. Отсюда. Я выкидывать не буду. И здесь. Он вылетает. Он раз. А туда не вылетел. Когда я сюда под локоток. Хоп. Он улетел. Хоп. А сам его где-то здесь прихопил. Руку. Хоп. Отсюда. И. По затылку. Уходим сбоку. И. Опять. Туда. Нам получается что? Встретить плоскости нанесения. Один из вариантов. То есть. Мы пропускаем. Есть. Выбивание. Подставляем руку. Для того. Чтобы после выбива. У нас он остался. В руке. Или мог остаться. Я его раз. Смотрю. Это отсюда. И вот только подставляю. Где вы своим корпусом. Уже помогаете. Им войти. То есть. Такие как бы. Не стандартные. Где нужно забрать. Или что-то еще. Или выбил. И руками сделал. Он. Опять. Хоп. Вниз. Здесь. Я его проворачиваю. Могу воспользоваться. Или не могу. Я чуть вниз. А сам рукоятка его. Хохать. Тух. Это убрал. И не мой сюда. Или я эту руку. Хоп. Сюда. А сам где-то его. Здесь. Первое. Или не десятое. Он. Когда ходит. Я смотрю. Некоторые. Или прогибаются. Или наоборот. Таз открячивают. Назад. Становится на носочках. Вы же когда что-то делаете. Не связано. Скажем. Какими-то. Боевыми направлениями. То есть. Вы стоите. В полной стопе. Расслаблено. Свободно. Ну. Почему. Когда вы начинаете что-то делать. Вы где-то. Вот. Напрягать. Топорную площадку. Уменьшили. Центр масс. Повысили. Или где-то ноги зажали настолько. Что вам. Вы не можете. Двигаться. И ходить. Для чего мы. Я вам дал. С палкой походить. Чтобы. Вы почувствовали. Гармонию. С этой палкой. Если гармонии нет. Палка начинает вас водить. По всей площадке. То есть. Вы за ней бегаете. Как за тузиком. Так вот. Как только гармония есть. Вы ей можете управлять. Остановить. Или пойти. Или еще что-то. То же самое и здесь. Его и нужно бояться. Но так как. Мы находимся на занятиях. И все адекватные. Логичные. Люди. То есть. Мы сможем. Я его. Вижу. Получаю. И стараюсь. Внутри себе. Вот. Развить. Не боязнь. Как бы. Осторожность. Опасность. Это есть. А. Чтобы я не напрягался. Видел. Где у него. Режущая часть. Где у него другая. Как он сформирован. Как держит кисть. И сознание. Мое было не. Сжато. Свобода. Как Алексей Алексеевич говорит. То есть. Вы получаете от противного. И расслабляетесь. Ходите. Для того. Чтобы. Максимально себя расслабить. Но не быть. Скажем так. Как аморфное тело. То есть. Вы убираете напряжение. Есть. Теперь вы понимаете. Что вам нужно. В плоскости нанесения. Либо принимать. Либо. Уходить. Пропускать. Сделать. Какие-то действия. Так как мы вспоминаем. Что. Какую. Руку мы освобождали. И у предмета. Есть. Жесткость. То есть. Он может быть рычагом. И он становится. Если мы начинаем прикладывать силы. Относительно. Той точки. Которую мы создаем. Искусственно. Он. Колит. И я его. Локтем раскрываю. И теперь готов. Где-то. Ну. Скажем. В данной ситуации. Какая-то ему. Туда входить. Он. Этой рукой. Он пугается. Или я ему. Допустим. Эту. Его. Здесь. То есть. Вы. Ножом. Стараетесь. Не просто. Завладели. Им. А им. Вы смотрите. Насколько я его. Оп. И вот. Локоток. Я его. Здесь. Эту. Руку. Убираю. И. Работает. И когда мы говорим. Что мы. При балансировке. Спокойный. Эмоциональный. Наш. Фон. Должен быть ровный. А не в пике. В каком-то. Раз он в пике. Нас кидает. Когда мы ровные. Мы спокойно. Можем выполнять. И. Не бояться. Ни вы. Ни ваш товарищ. Да. Могут быть. Какие-то срывы. Или. По вашей. Или. Где-то. Начинается. Грубо говоря. Эффект. Ивовой ветки. Или отогнутой ветки. Как. Вот он допустим. Держит. А я хочу освободиться. Или я буду освободиться. Это один из способов. Их несколько. Но это один. Я сейчас вспомнил. Где можно получить травму. Или на эту травму. Специально. Я ее. Раз. Сюда. Я ее. Отгибаю. 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 Нога еще. Чтобы. Вот ветка. Так. Туда и соскочила. Туда. Или когда впереди идущий. По лесу. Идет. И не заботится. Кто сзади. Он прет и прет. Ветки. А сзади ему все. Достается. Такое. То есть. Эти вещи. Бывают. Не аккуратно. Я его. Хоп. И смотрю. И ноги. И руки. Хоп. Здесь. Если он сейчас где-нибудь напряжется. То есть. Что-нибудь сделает. Дерганный. Он. Хоп. Это соответственно. Где-то тут. И тоже. То есть. Вот это упражнение. Балансировки. Палки. Она помогает. Способствует. Помогает. При правильном его осознании. Выполнении. То есть. Добиться внутренней какой-то. Стабильности. Он. Я его. Хоп. Отсюда. Вот он локоток. Под локоток. Локотком отсюда. Это отсюда. Это отсюда. Это отсюда. Здесь я его. Оп. И вниз. Для того что. Почему вниз. Подымай ноги. Вверх. У него. Ну. Насколько может. Что-то он подымается. Теперь. Намного меньше. То есть. Вы голово-позвоночный столб. Загружаете. И человек даже с. Хорошо развитыми. Ногами. Или как скажем. Возможности. Пользоваться ими. За счет. Напряженного. Позвоночника. Он уже. Ими не может пользоваться. И достать вас. Он опять ведет. А сами. Уже и работать не могут. Когда мы находимся. Параллельно. И в спокойном положении. То есть. Вы можете работать. Вы можете работать. Коленом. Вы можете работать. Стопой. Вы можете. Локтем работать. Одним. Вторым. Третьим. Четвертым. Пятым. Или отсюда. То есть. Вы как встретили. Я руку. Ох. И в горло кидаю. Ох отсюда. Здесь. Копы. То есть. Вы мобильный. Становитесь. Вы мобильный. Вы. Этой рукой. Так как это нож. Здесь. Двойная кость. Я ему туда. И тут. Хоп. И это. Как там вороток был. И намотали. Вместо ножа. Может быть. Гвоздь. Штырь. Какой нибудь. Спица. Автоматный. Шомпол. Который. Ну бывает. Пистолетный шомпол. Неважно. Особо травм нету. Может не быть. Но психологический эффект. Особенно если вы как-то. Не то что быстро сделаете. Это незаметно. Раз и произошло что-то не понимать. А когда дали. Показали. Еще нагрузку натянули. Это все. Человек уже дальше. Не очень. Он ведет. То есть. Я ее отсюда. Хоп. Отсюда его взял. И здесь вы уже. И его. Даже если он его. Я его веду. Он его забирает. Он сюда. И я его сюда. Я его. Хоп. То есть. Режущая часть. Я его. Хоп. А теперь. И сюда. И туда работаю. А здесь. Кидать в землю не хочу. То есть. Через эту пикару. Он получает. И летит. Ускорение. Так же он сюда. Я его. Хоп. Подмышку. Хоп. Не пробил? Нет. Я его. Хуга сюда. Здесь. Отсюда рука. Сверху. Мы сейчас просто. Время. Пообщались. И надо. Чуть-чуть там. Сжимать. Потому что. Можем не успеть. Он сверху. Один из вариантов. Это пропускание плоскости. Нанесение. Самого удара. Его пропуска. Но там есть. Момент. Где можно. Поймать. Поймать. Аккуратно. Я когда встречаю. И. И. Расположение ноги. Не совсем. Там. Где она должна быть. Бывает. Или близко подошел. Или в каких-нибудь таких объектах. И. Вот здесь. Нога. Может. Травмироваться. Нам об этом. Моменте. Нужно знать. Близко не подходить. И. Сюда. Не заступать. Он. Будет. И. Я его. Чуть-чуть. Могу. Здесь. Так. И правый рот. Так. И здесь. А так как. Мы уже немножко. Побалансировали. Вот. Элемент баланса. Это управление. Со временем. Кто не почувствовал. Думал. Что. Никто не почувствовал. Со временем. Может быть. У кого-то это проявится. Что она. Палки. И всего остального. Они идентичны. Только. Внешний вид. Будет. Он. Ведет. И. Я его. Если вы посмотрите. Как. Нож был взят. С этой стороны. Нож был взят. Плоскостью. Лезвия. Где. Она не режет. Не. В таком плане. Я его держу. Где он режет. Я схватил его. И она режет. А был. Повернут. Настолько. Я его. Здесь. А так как. Здесь. Рука. Имеет. Жесткую. Форму. То есть. Кость. Негибкая. Я стараюсь. Поближе. К его. Вот. Чтобы. Здесь. Уголов. Не был. Вот. Таким. А его. Убрать. Когда. Жесткость. получается. Лучше. У него. Меньше. Возможности. Этого. Травмировать. И здесь. Вы. Можете. Либо. В таком. Плане. Уже. Или. Отобрать. Если. Недоотобранный. То. Второй. Рукой. Вы. Сюда. Подбиваете. И я. Его. Здесь. Тогда. Могу. Опрокидывать. То есть. Получается. Отбор. Просто. Руку. Поставь. Что. Мы. Свою. Руку. Вставляем. Так. Чтобы. Вот. Этот. Рычаг. Образовался. И. Тогда. Вы. Рычагом. Своей. Руки. Срабатывайте. На. Плоскость. Самого. То есть. У него. Есть. Возможность. Вас. Порезать. Элемент. Не сильно. Простой. В своем. Исполнении. Достаточно. Сложный. Когда. Держит. Руку. С ножом. Таким образом. Режущая часть. То есть. Мы. Можем. Сюда. Сюда. Туда. Туда. И. Выдавливание. Плоскости. Это. Если. Так. Раскладывать. А. Чуть. В динамике. Оно. Можно сказать. Так же. Но чуть по другому. Он. То есть. Я его. И здесь. То есть. Чуть на себя. Но там. Есть элемент. Пореза. Который. Камуфлируем. Некоторым. То есть. Я как бы. Как бы. Останавливаю. Сюда. Но в этот момент. Когда. Как бы. Я его. Останавливаю. Вот он. Здесь. Если. Чувствую. Где-то. Не дотянул. По каким-то моментам. Я его. Сюда. И. Я взял. Другой нож. Ну. Для чего. Потому что. У данного. Ножа. Больше. Вылет. Это может быть. Как вот. Немецкий штык. Или. Как вот. Сейчас есть. Казачьи. Штыки. Хотел сказать. Не штыки. Кинжалы. То есть. С длинным лезвием. Между саблей. И ножом. Что получается. Если мы там. Могли. Использовать. Потому что. Длина. позволяла нам. То здесь. Длина. Настолько. Большая. Что. Может. Не позволить. Или. Мы можем. Не успеть. Эти вещи. Выполнить. Хотя. В принципе. Мы это. Технически. Как бы. Да. Длина. Из-за формы. Из-за формы. Из-за длины. Самого кренка. Оно. Не позволить. А тут же. Начинаешь. Думать. Раз длина. Рычаг. А чем больше. Рычаг. Тем больше. Погрешность. Может быть. Вернее. Даже не больше. А меньше сил. На боковую сторону. Делать. Ну. Как же теперь. Это все. Увязать. Рычаг. Нож. Удар. Удар. Очень сильный. Мощный. И даже его не надо. Как бы. Разгонять. Потому что. Масса тела. Туда. Вкладывается. И получается. Да что. Раз мы это. Видим. Видим. Этот рычаг. Думаешь. Как же. Потом. Вспоминаешь. Есть стрельба. Пуля летит. Боковой ветер. Потом. Палочкой. Вектор силы. Очень сильный. Когда. Не то что. Очень сильный. Я. Толкаю. Ну там. Пусти. Стена будет. Или еще. А тут. Что-то там. Подвернулось. Рычаг. Большой. И. Воздействие. Может быть. Незначительное. Которое. Вас. Куда-то. Уведет. И. Потом. Думаешь. Что-то. 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 Создаешь. Ему. Направляющую. И. Потом. Когда. Мы. Делали. Укол. То-есть. Я встречаю. Так. Он. Идет. На этом. А теперь. Изгиб. Создает. Рука. Подвигаться. И. Он. Помогает. Вам. Выполнить. Отбор. Сверху. И. Здесь. То-есть. Он. Он. Я его. Отсюда. Я его отсюда. Удержал. Не удержал. Но. Сильно. Острый. Поэтому. И. Этот. Его. Я его отсюда. Если он где-то не попробовал. Ух. Отсюда. И. Здесь. Я смотрю где его приходится. И. Мы. Говорим. Почему. Хватать. Нельзя. Мы. Как бы. Его. Берем. Настолько. Я его. Здесь. И. Опасаюсь. Потому что. Мы. Понимаем. А. Если. Бездумно. Конечно. Сейчас. Где-то. Сейчас. Чуть-чуть. Не так. Мои. Пальцы. Сейчас. Вытянул. Вот. И. Вы. Уже. Готовы. Чтобы. И. Опять. Возвращаясь. Палки. Где. Вы. Распределяете. Масса. Форма. Принадлежности. Режущие. Колющие. И. Ваше. Состояние. Спокойное. Стабильное. Вы. Иногда. Не. Просто. С. С. Конца. Режвия. Который. Ведет. Ничего. Я. Его. Сюда. И. Здесь. Вы. Уже. Готовы. У. 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 Это. Ну. вы распределяете нагрузку на плоскость для чего вам нужны железки те которые живые реальные эти самые там вот но это короткий нож с ним уже скажем вот эти моменты они не годятся рычаг маленький рычаг маленький чтобы его сюда плюс элемент пилки он не скажу что хуже чем лезвие но не лучше не лучше и тогда когда вы эти вещи видите и опять много обсуждений бывают в интернете там всякие позитивные негативные много негативных удар руками на нож не для того чтобы руками защищаться от ножа а для того чтобы почувствовать какие нюансы тонкости присутствуют и вы когда берете нормальную железяку вы уже по-другому и воспринимаете чем резиновый нож то есть вы после него резиновый нож никак не воспринимаете деревянный никак после автомата даже ммг вы палку не воспринимаете если идет работа под оружие если палкой там бить вы его нормально если палка как работа под автомат вам она неинтересна нету тех моментов также и здесь но моменты бывают когда и выбора не или могут быть то что бывает а могут быть в жизни тем более мы рассмотрим прикладную сторону где не дворовые эти самые хотя это тоже бывает а где люди две противоборствующей стороны борются за интересы своей страны и там нету поединка кто кого обыграет а там кто кого быстрее убьет и когда вот скажем с таким вот ножом он то есть в истории бэдис я его настолько принимаю где опасно и страшно я его отсюда где горло то есть я смотрю его и пропустить и быстрее добраться до жизни на важных моментах если они я его ха здесь и а нож уже который ему там дал так и нога вышла по этот самый и колено может выйти то есть не упираться в спортивные где ху ху и пошел вот это все зрелищность устраивать а наоборот как клоп воничий вгрызся навонял смысле напакостил он опять допустим будет вот здесь где у него и глаз и он не хочет допустим ножом вот пропустить он здесь где вы ее а отсюда и ваша рука которая я ему пропит здесь седьмой позвонок я его так же поворачивайте и можете пальцы раздрабливать свои вот вам что он чего нужно добиваться не этого а вот плоскостей почему ликвидич шашку берет в этот раз шашки не было был сучкарец но тем не менее плоскость плоскость нужно и чувство нету это я раз и пьем пуп отсюда вот пуп в глаз поп она вот на руках есть которая локтевой сустав выстраивает и очень-очень аккуратно вы видите как раз вам только что об этом говорили не надо совать сюда сейчас ваша рука будет порезана вы будете взяты вот это крайне неправильно значит ваш мизинец должен быть вот здесь вот на большом пальце дайте на меня есть удар вы смотрите что рука должна быть вы видите что я с ним сделал как он это движется и как я с ним вы посмотрите то что выполняется в движении и то что вместе рука с ногой и обратите внимание как моя эта рука будет иметь положение какое смотрите я с ногой так вот я ж вам об этом и аркадий алексеевич вам столько что об этом и говорил дайте еще удар есть видите вот что уже что хотите хоть ногой вы будете бить хоть вы с рукой будете я продолжаю с ним делать то что будет вам удобно вам показывают те рычаги вам показывают встречу вам говорят о том что выполните только хотя бы вот это как рука вращается как подходит чтобы вам уже и опасаться этого лезвия и как ваше тело на меня удар раз вот вы видите мое положение вместе с ним точно так же хотите хотите отсюда хотите отсюда хотите отсюда вы получаете как раз все те элементы того движения которые вам тут показывают но первый шаг естественно вы делаете медленно потом пойдет в нормальную работу разобрали вперед начинаю с чего не пить пока я ее отвожу что он меня может закрыть вот тем концом накрывать вот еще разок снова я беру его показываю раз я и где-то у меня линейная и угловая скорости сохраняются для того чтобы я безнаказанно под защитой вошел противника понятно вам два треугольника то есть я и прыщу и туда и сюда и прямо и обратно еще раз я значит линейная и я поэтому и пошел по нему как по образующий он бьет меня я я значит настолько хитер уже раз а он меня видите перетягивает тем своим ударом и силой что я накрываю его с другой стороны я делаю ее свободной то что я вам уже показывал на угольник он бьет меня я опять раз но не делаю ему сопротивления а я ее опять прокручиваю угловая и линейная скорость дают мне возможность не получить удар не осушить руки мои а использовать его еще пожалуйста значит он раз я принял теперь я к нему только порно у меня диапазон работы начинает увеличиваться за счет знаний вот этих вот самых моментов что мы с вами посмотрели и вот это четверть силы что мы начинаем вот эти силы выполнять что мы можем долго стоять не надо нам рогом упираться не надо доказать что я сильнее а что вы можете управлять наша задача вот тех официальных кому непонятно разобрались а 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 Продолжение следует... 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 вести в те места, куда необходимо нанести удар. Я его встречаю, смотрю, где он мог перехватить. Я в предмет свободный. Это же причё о том, что психологическое состояние этого человека напряжённое. Хотя оно как бы под текстом присутствует, но основное другое – управление. Управление в каких-то действиях. Я или ты. Допустим, я ему проявляю медленно, верни обратно, и так же меди, только медленно-медленно. Обратите внимание на его руки и предмет. Он поднимается вверх и потом начинает прокручивать. Если на мой предмет, смотрите, он тоже будет прокручиваться где-то, где-то. Ну, сейчас я быстро всё прокручу, ему не всегда видно. То есть он двигается в какой-то… Ты по-своему делай там, что ты хотел. Я его… Оп! И смотрите, я его вывожу, свой предмет в провороте, вот сюда. Теперь я его вытяну. Потому что здесь, допустим, раз, и он где-то у меня зацепился. Я его обвёл, вывёл сюда. Даю ему движение какое-то. Увидел, что он немножко справляется, адекватно воспринимает информацию. Я где-то усложняю его. Но единственное, что иногда могут быть ускорения, но не значит, что кто-то хочет кого-то наколоть, обыграть. А ускорение, допустим, что я знаю, что он не может как бы… Ну, чтобы не распознал моего замысла, я где-то, может быть, ускорюсь для того, чтобы вывести ему интересное действие. Я потом приостановлюсь. То есть я отсюда раз предмет ввёл, и теперь ему показываю, что ага, он решил. И я теперь оп, отсюда. И вывожу опять, даже по форме моего вида, что я его вывел на удар. И я его делаю, сделал медленно, но всем видом показываю, что сверху. Он уже готов, его заранее увидел, и психика уже готовится его встать. Он, соответственно, у меня несколько вариантов его, но я пока не знаю, что он будет. То есть я продолжал вниз. Ну, один из тех моих вариантов не захотел. Я вижу, что мне нужно его убирать, я возвращаю, я опять возвращаю, ему приготовлено, но он слепой. Не лечись, не лечись. Я ему приготовлено, то уже видно, что рычаг, что я ему отсюда, этот, как она как раз взведена была. Ну, он немножко слепой ещё, напряжённый. Вы же меня глаз там били. Ты жалуешься. Поэтому скорость очень маленькая, чтобы вот эти вот, ну, не колобуры, а вот эти 10. Этот кролик ещё длинный остается. И я работаю маленьким причём, коротким раз, и смотрю, что уж у меня тут оно может получиться. Но он только видит вот здесь. Он только видит, что вот тут касается. За вот эти все, которые они, запасы, он их не учит. Ну, не дёргайся. То есть, что оно, к чему бы я это клонил. То есть, и я его, фух, оно открыло. То есть, вот этот контакт, который был изначально, он подкупает, что тот конец, он, да... Очень просто зачетный, может... Да, он очень достаточно быстро. То есть, я его отсюда беру, и с этой стороны, то есть, оно выходит. Я его могу зацепить, допустим, если понравилось само движение, я его могу зацепить, и Михаил его как-то проработает. И опять возвращаюсь, и он такой, хоп, у меня здесь произошел такой, ээээ, сам, я его отсюда, вот, разве, раз, ээээээ, вязал. Здесь я отсюда, он, я к нему, все вверх, он отсюда, ты, здесь он ее забрал, и если ускоряешься, вернее, спешишь, начинаешь кучиться, потом там пыльца. Как раз в чем и ценность, в чем и ценность, что вы, вот спешите здесь, ты видишь, я вижу, что ты там, что ты не дергался, я тебе приготовился и буду начинать вести, а ты уже отбежал, ты сбежал кучу есть, я тебе веду, ты ее, о, видишь, провернул, а потом начинаешь осознать, почему же ты ее провернул, на меня, кори, я ее провернул, я на тебя, ты провернул, он, я опять провернул, вниз, куда бы, где красивый пойдет, я повернул сюда, он ходит, я его здесь, я сверху веду, он ходит, я отсюда ему создаю, сюда, он обрабатывал, о, переход, если не делаем вот этих моментов, когда мы можем отобрать, если даже случайно произошло какое-то, кто, допустим, или он пытается развязать потихоньку, то есть я не спешу, ну, каким-то образом попытаюсь решить, если он не решает, если он не решает, допустим, этот момент, я ее убираю, чтобы она не мешала нам обоим, на небольшой сюда скорости делается, он защитился, ну, оп, дальше она проходит, посмотрю, отсюда, шаг, отсюда, от шаг, от шага, увеличиваю дистанцию, он ходит, еще медлену, отсюда, вот, отсюда, лично семейских ребят, где-то, в желудки не хватает, в розыске внутри, в полицию второй раз еще не мешает, я делаю от шага и довожу на удар сверху, он решает, он решает, решает, потому что дальше, он ее сюда, в спокойном варианте, я выцеливаю, он решает, вы его опять решили, и я его отсюда, он, несетесь, я не бью, и нет этого удара, даже если она ускорилась, я ее потом снова буду тормозить, я его отсюда, он сюда, я его отсюда беру, он, и вот таких вот, вот, свободно, меньше, да и слишком дальше, я в него, только, он, менее, на нем, заводишься, я его к себе, ноги свободные, даже, он, я его, от сюда, вот, свободно, быстро, быстро, лично, успеваешь, начинаешь напрягаться, и опять, как бы, этот раз, а он, я даю укол, опять, на руку, с руки, допустим, сюда, потом, тут, и у вас хватает время и переработать ее, и, скажем, допустить какую-то ошибку, после, и, наоборот, ошибку, и, дальше, ну, раз, вот, руку сюда бьет, так, куда, я думаю, ух, что мне здесь сделать, я-то даю, оп, отсюда где-то ее убрал, без конца, может, и не получится у кого-то контакт делать, что-нибудь, где-то, где-то придется и перехватить, ничего страшного, но мы удержали эмоциональный фон, в очень спокойном режиме, когда сейчас было медленно, я говорю, мне, что ты быстро, я думаю, он почувствовал, не потому, что у нас было быстро внешне, а где психика с физикой начинает в конфликт ступать, да, 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 а борьбы-то нету, поэтому надо, как бы, в силе своей психике объяснить, что куда ты спешишь, ты же не успеваешь, а спешишь, потому что не успеваешь, то есть тебе кажется, ты перепрыгнул, а этого не надо делать, и решить спокойными действиями, то есть ты запускаешь мозг, чтобы решить тактически и технически. Когда, получается, появляется непонимание? При ловле Бога. При ловле Бога, конечно. Еще все эти поголовья, если ты понял жизнь, то не спеши. А еще от желания победить? Ну, это все-таки слова, но тем не менее, когда начинаешь до чего-то доходить, созревать, ты вспоминаешь, кто-то почему-то сказал тогда, оно потом пришло уже в обиход наш, но когда доходишь, думаешь, да, действительно. И напряжение очень сильно растет, когда человек не подготовлен чуть-чуть, у него вот эти желания мокро, фух, течет, потому что он напрягается, и как бы расслабляется, оно не стыкуется, нет свободы, полной свободы психики и физики. И как только он добивается этой свободы, тут начинается такая полноценная работа. И организм уже напрягается по-другому, потому что очень большой поток информации, и всю эту информацию хочется взять и всю ее использовать. А до этого ты ее не видишь, ты просто работаешь с какой-то движущейся частью. А потом эта движущая часть уходит как бы на второй план, и через нее стараюсь убедить все, что происходит. И тогда уже напряжение идет от каждого поворотика. То есть я ему, допустим, введу какое-то движение, и он чувствует мою плоскость и делает какие-то движения относительно моего движения. Не просто он палкой защищается от моих действий. И я, где я его вот проверну, где вот сам вот Михаил, где я его проворачиваю, где руки уходят, где он меня начинает пальцами чуть-чуть подбирать, где я его отсюда беру, где вниз перехожу, смотрю, где он там зайдет. А почему желание? Потому что когда желание, человек начинает додавливать. А оно как вот, допустим, предмет отпустил, он под своим весом, куда давление идет? И вот это давление, которое, без предметов, без руки, оно на психику не давит, и на физику не тяжело, но оно чувствуется. Вот как раз вот работа вот этим вектором давления, это давление, массы, ну, больше не нужно. То есть вот я его спокойно постараюсь отвести где-то, он не это самое, жестковаться чуть-чуть, ну, делать какую-то скидку на него. То есть он, допустим, скажет, такое давление, где он больше чувствует моё давление, напряжение своего, своего организма, да, он больше всегда. М-м-м. М-м. 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 но это не является ошибкой ни одного, ни другого, он ведет и вы встречаете, или мы встречаем, и одна рука тут, другая тут, и естественно, когда в плоскости и по предмету начинается встреча, то получается по одной руке, потом где-то по второй руке, то есть нам они мешают. И когда вы встречаете предмет, вы одну руку прячете, что один, что другой, то есть что вы, что вы при объяснении. Но там это используем при объяснении, при том, чтобы показать, как же траектория, как она будет скользить, но на самом деле этого может просто не быть, потому что это как бы больше объяснительные процессы. Единственное, что можно использовать плюсом, это человек, когда уже знает, пользуется, здесь в принципе рука не нужна, вторая одежда, он использует ее как подставка, то есть это груз, это опора, это прослойка, проставка, которая дает возможность, если правильно расположить силу. Но если рассматривать динамические какие-то действия, он ведет и несовершенность психики в тот момент, неправильно делать это самое, то предмет может где-то выскочить. Поэтому можно считать это либо ошибкой, либо там еще как-то, но в любом случае это всегда отметить, что можно делать, как мы делали, показали, убирая кисть или используя для объяснения, как по траектории идет. Естественно, если бы удар шел, я оставил бы кисть тут, перескочила, потом тут перескочила, и логическая форма объяснения, она немножко конфузится. То есть как-то сразу глаз отмечает, и голова то же самое, что он тух-тух, а пальцем это сейчас, вот она, раз, и все. И при объяснении об этом мы берем, мы используем вот так вот. И тогда глаз отмечает, что да, но нельзя сказать, что это обман, нельзя сказать, что это правильно. Но это педагогическая форма объяснения, которая дает возможность нам общаться с людьми. Но некоторые могут, особо подготовленные, которые уже имеют опыт, сказать, это же она не будет работать. Ну, слишком много предословлено. Поэтому мы смотрим, где же наши руки, и работают до руки. На занятиях мы можем работать по-всякому, и так, и не так, это занятие. Где мы себе позволяем какие-то возможности, и определенные условности, там, скорости, силы, и все остальное. Но убирать, потому что нежелательно. И вот, когда, что я его сюда, где-то, у вас, у меня, гуха сюда, где вы его будете выстраивать, чтобы где-то выкинуть, где-то нажать. То есть у вас руки будут держать. Почему, когда вначале, там, Алексей Алексеевич показывал, как крутить, и такие переходы, я их держу не за счет захвата, а за счет того, что сбалансировал, и она удерживается. Если вот здесь, она держаться не будет. И эти же принципы дают возможность в какой-то момент времени перевести, вывести на какую-то, не потерять, или на траекторию, и там ее использовать. Поэтому хотел, как бы, на вот это, сделать свою пометку, чтобы она у вас была. А там ставьте руки, как хотите. Главное, чтобы вы понимали, где, когда, зачем и почему. И вот эта деталь соответствовала вашей работе. Потому что многие берут за штаб и делают только так. И даже не задумываются, где был он, где был он там, так, так, и все. У них даже мысли другое, что что-то не так. Или что-то можно по-другому. А вы и так пользуетесь, и так, и вот так, по-всякому. Чтобы вы могли обойти те моменты, которые могут негативно скататься на вас. Мы уже проехали.